20 марта в Донецком агентстве новостей состоялся брифинг руководителя Центрального исполкома общественного движения Донецкая Республика Натальи Волковой, посвящённой промежуточным итогам обсуждения стратегии развития ДНР Сила Донбасса. «Работа ведётся по нескольким направлениям. На 20 марта 2018 года в колл-центр Сила Донбасса поступило 383 звонка, из них социальная тематика – 142, экономическая – 158, политическая – 83». Также мы напоминаем, что на официальном сайте общественного движения Донецкая Республика существует форма для направления предложений. Стоит отметить, что помимо колл-центра Сила Донбасса у нас проходят различные мероприятия в формате круглых столов. Так, за истекший период было организовано 13 центральных мероприятий в рамках общественного обсуждения стратегии развития Сила Донбасса, которые посетило 1345 человек. Помимо этого мы проводим сходы с жителями встречи на предприятиях за истекший период. В них приняли участие в целом 10 360 человек. Нам поступают различные предложения. К примеру, поступило предложение постепенно отказываться от импорта при обеспечении спецодежды работников предприятий, отдавать предпочтение внутреннему производителю, регулируя тендерные закупки законодательством. Хочу также отметить, что при обсуждении жители нашей республики не ограничиваются только экономическими и социальными вопросами. Так, в частности, жители республики поддерживают озвученный Александром Владимировичем Захарченко тезис, что сильный Донбасс даст толчок изменениям во всей Украине. Таким образом, мы можем говорить, что сейчас мы получаем отклик от жителей по всей территории нашей республики. Все предложения, поступившие к нам, систематизируются, классифицируются, обрабатываются и будут рассмотрены на предмет включения в стратегию развития силы Донбасса. Мы всегда открыты для предложений, для нас важно мнение каждого жителя нашей республики. Алина Черняева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.